Свет душе В жизни или виноват Пусть вновь душа откроется любви Пусть ветер запах ржей несет с полей И в роще распевают соловьи Пусть счастливы все будут на земле Которую Господь благословит Мое знакомство с народным художником Белоруссии Скульптором Владимиром Ивановичем Слободчиковым Состоялось на его родной величине Почетный гражданин района Он приезжает сюда не только уважая почетный статус Участвует во многих культурных и патриотических мероприятиях Проводит пленеры со своими учениками Чтобы украсить памятными работами родные места А город украшает зовущего любимого его Вильяна Героиня народных сказаний об истоке Вилья Но наш разговор в его мастерской Начался с одной из последних работ Мемориальном знаке, открытом 1 июля Музея истории Великой Отечественной войны Специально сейчас взял перед собой, держу, письмо моего отца с фронта Поэтому сама идея, у меня возникла такая ассоциация войны Это, конечно, треугольник, как символ прошедшей войны отечественной Из предметов, конечно, мне кажется, очень понятный и доступный Особенно поколению послевоенному Потому что я когда делал эту работу, то многие говорили, а что это вообще такое? А это было именно условное письмо, которое продержало многие годы где-то в земле И из него пошел росток дерева Такие ассоциации, я думаю, что они будут понятны людям Потому что все же письмо было оттуда, с того времени, а дерево – это нынешнее время И такая аллегория памяти может В то время это было связь с семьей, с миром Два мира сталкивались, мир войны и мир тыла Вот это было связующее звено, которое всегда очень ждали А где ваш отец воевал? Балтийский фронт освобождал Калининград, Кеннезберг еще тогда Тяжелые бои Ну, он был летчиком Понимаете, очень сложно вообще об этом говорить Эти темы мы как-то не поднимали, мало говорили об этом Я только буквально подслушал это все Когда к нему приезжал фронтовой друг, они вместе общались Я подслушал вот эти разговоры все, их воспоминания Помню хорошо, что там за стенкой они сидели За полночь долго там беседовали И мы там подслушали, о чем они говорят Они же были молодые ребята, по 22 года им там было Жизнь началась с войны Да, как отец, он любил и не сорвать Хотел стать художником Но это все перемалывалось так И воевал, и потом еще После войны тоже он как хотел, но уже сложно было вернуться в прежнее русло В мегаполисах и поселках, у дорог Часто встречаются места памяти героев минувшей войны Отмеченные фигурами склоненных солдат и матерей Но есть мемориалы, впечатляющие пронзительной эмоциональной и философской силой Среди них работа скульптора Владимира Слабочикова Вспомним колокол на БАТ в Светлогорске На котором запечатлена, пожалуй, вся история войны Или падающие аисты сына Мречицы Мемориал детям войны в Могилеве Сестра и брат на фоне проема объятого огнем дома Еще целый дверной косяк с зарубками, которые делали родители, отмечая взросление детей И пять ступеней, ведущих к нему по числу лет войны Вот эта тема, она постоянно проходит через творчество Эта тема не покидает вас И каждый раз вы находитесь в философский поворот И эмоциональный поворот этой темы Когда я был студентом, и мы тоже видели, как педагоги наши работают Бембель открывал Круган Славы, когда я учился еще Потом Хатынь появилась Мы даже не думали, что нас волновали другие какие-то темы А пришло вот какое-то время, когда началось пересмысление вообще всего этого И я думаю, что просто может быть более философски уже Мы начали осознавать все события, что были Я родился в 52-м году, это получается 7 лет после войны Первый класс там где-то уже 59-й год, это 15 лет после войны Это все живые еще Мы находили там оружие, патроны, снаряды Были такие случаи, что друзья пострадали от этого Потому что лазили везде и пробовали, как они взорвутся, не взорвутся Момент этого всегда он был, это возле нас А потом какие-то были конкурсные проекты Такая работа для меня значимая, это памятник детям войны В Могилеве, да Большой такой комплекс монументальный На меня вышли бывшие узники лагерей малолетних Состоялся конкурс, я там победил и работал над этой скульптурой И через детей это вообще очень трагично показать те события Когда взрослые воюют, это одно А когда дети принимают счастье в этом переплете Совершенно другое Это вообще страшно, когда страдают дети А вот памятник оранец брюки, как он появился? Так получилось, что тоже была такая конкурсная ситуация Равенсбрюк, это женский лагерь был И там погибло около двух тысяч женщин из Белоруссии Есть там такие мемориальные доски из магистрат То там были вот заключенные Тоже так получилось, что тогда моя идея понравилась И начнем работать вместе с архитектором Морозовым Игорем Вячеславовичем У нас такая идея была философская И не прямо в лоб Он в виде такого венка тернового И часть венок тернового, а часть венок из переплетенных женских обнаженных тел Сама драма, вот трагедия в этом заключается В этих страданиях А когда потом мы были там, в этом уже, в Равенсбрюке, конечно, это страшно Потому что... Он в Германии или в Польше? Да, это Германия Это недалеко от Берлина Потом в Захценхаузене еще тоже я делал мемориальную доску Это очень такой известный концлагерь, где погиб сын Сталина И потом памятник там Карбышева еще есть уже Это трагично все, безусловно Но это надо сделать, потому что... И пережить Да, и пережить Можно пережить, знаете, какую-то даже трагедию один раз А потом переживать ее еще раз, а еще раз А в творчестве это приходится Любое какое-то произведение, оно требует отдачи Если какие-то, может быть, такие парковые скульптуры Можно более так свободно, так легко решать какие-то проблемы Ну, а вот если заказ в таком плане Постоянно об этом думаешь, ходишь И вся вот эта боль, она сочится постоянно И ты же должен не пойти в какую-то физиологию Нужно как-то так найти какой-то момент, чтобы ты Не был там капающей крови А чтобы ощущалось, чтобы это все Иносказательным, какие нюансы, чтобы это было не прямо в лоб Я еще смотрела ваши вот такие работы в альбоме Удивилась вот тому, что действительно это ваш стиль Но сразу узнаваем, это вот это вытянуть из фигур Это какое-то устремление вверх Это вот действительно какая-то такая необычность Конструкции человеческой фигуры То ли крест она напоминает, то ли луч какой-то к небу света Даже вот эти образы Рождества, Благовещения Они тоже какие-то вот необычные Вот обычный Благовещение Ангел, Дева Мария Да, но как-то вот все вы решаете эмоционально и философски Как этот стиль ваш нашелся? Я после окончания института Слава Богу, что я получил это все в молодые годы Сразу же после школы института Поэтому я получил эту грамоту и все И я постепенно начал искать себя в этой манере пластической Я ушел от этой, может быть, такой явной анатомии Правильности форм Потому что, ну, это делает фотография великолепная А найти пластический образ, это уже сложнее И, конечно, у меня началась вот эта вот серия Такие библейские темы Я начал искать именно фигуру, передавать вот всю философию Вот всю духовность В свет какой-то такой Да, и поэтому я начал вытягивать фигуры Он сверху свет, он сверху Да, начал вот их вытягивать по пропорциям Они уже шли уже такие более духовные, как мне кажется Ближе там к свету, к космосу И поэтому такие пропорции получились И они потом как-то легли на эти темы Благовещение, потом Рождество, оплакивание То есть это все буквально вот легло И если говорить вообще уже чисто откровенно То по большому счету мы только исполнители чего-то Да, иногда чувствуешь, что что-то тебе подсказывает Да, потому что тобой ведет кто-то Только нельзя упрямиться Надо себя слушать и поддаваться этому И ты просто будешь тогда делать то, что тебе там или предначертано Или, может быть, сверху кто-то ведет Вот когда ведет, ты чувствуешь ответственность Что нельзя оступиться, нельзя охладиться Такие моменты даже страшные иногда становятся Конечно, ну, допустим, как приступали жиописцы, иконописцы к работе Они же постились, они ходили в церковь То есть там целый ритуал был очищения Именно вот перед тем, как начинают, допустим, писать икону Почему и возникала вот какая-то такая чистота Какая-то божественность от иконы исходит Даже пускай, может быть, я могу там говорить о грамоте Как писались там по-разному Допустим, самодельные художники писали Особенно икона белорусская Вот начальные иконы, вот иконописцы Конечно, они были такие интуитивные Они без такой явной школы Они были близкие народу Да, 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 с таким юмором мне писали И там, конечно, можно говорить уже о какой-то грамоте, как написано Но чистота и духовность, там она присутствует И я думаю, что никому не поднимется рука, да, ее бросить, эту икону Или, допустим, там ее вообще поломать, разрубить Нет, а вот всегда люди все икону берут бережно Ее закрывают и накрывают ее Потому что она излучает вот интуитивность Мы чувствуем это, излучение вот этого материала даже Как написана икона Вот я все хотела спросить об иконе Я сейчас вспомнила, вы же создали Логольскую икону Божьей Матери Это ту икону, которая встречает при уезде в город всех приезжающих туда И там и живете, я знаю, недалеко Это, конечно, в какой степени может быть и связано Но икона необычная И вообще вот надо создать скульптурный образ Святой Девы особый Хотя они есть в костелах Мы часто их видим и на перекрестках дорог Но вот это уже такой придорожный образ Но уже гораздо более сложный В традиции православия не было скульптурных изображений икон Это сейчас уже как-то пошло культивироваться Или, допустим, может быть, получилась икона в скульптурном изображении Поэтому, когда я получил такой заказ Логольской Божьей Матери То, конечно, я шел от иконы Эта икона, она очень такая необычная Необычная, потому что там Божья Матерь с короной И потом у нее еще на груди, в круге Находится младенец Иисус Поэтому она очень необычная сама Именно по конструкции была И я брал именно саму пластику Саму форму состоящей иконы Божьей Матери Логольской Божьей Матери Потому что она была утеряна Потом уже делали уже Да, уже новопис был этой иконой Я, по-моему, помню, что вроде даже как с фотографией какой-то нашей Да-да-да, потому что она была утеряна, было все Ну, ее воссоздали Я уже лепил уже на основании вот этой работы Ну, знаете, люди не только смотрят, поклоняются Верующий человек икону воспринимает как икону Да, я особенно часто еду там Я недалеко живу, приезжаю Все время там все здоровые с иконой, с культурой Божьей Матери Я вижу вот какие-то там лежат конфеты, там лежат цветочки Очень много Всегда вот что-то есть такое Притягивают Да, и видны люди Я так уже спрашиваю там жителей Или слышу по разговорам, что да, это все вот там Какие-то события, они вот этой скульптуры проводят Ну, особенно там свадебные, кортежи Символичные уже 100 мест Да-да-да, то есть место живое Самое главное, что И живописное, там вот красивое Да, самое главное, что она живет Она живет своей жизнью, эта скульптура А место мы выбирали Владыка Вениамин в этом принимал участие И еще интересно то, что Сам эскиз был принят Филаретом И потом еще был подписан Уже по-следующему Павлом был подписан То есть у меня фотография уникальная Этой скульптуры Две сайты подписи Потому что в это время, когда Филарет уже уходил на пенсию А пришел новый вот водитель церкви Глава А потом уже вот эту работу Кулировал уже Вениамин Епархия была Борисовская и Малиногорская При нем работу уже заканчивали И поэтому место там знаковое Там такая гора И буквально она стоит над городом И она как будто оберегает Как оберег Она называется Божья Матерь Логойская Знамение Как оберег получается Всего вот этого места Конечно приятно Когда твоя работа Ты создала Она становится какой-то символичной Духовной Не то что спрятана в мастерской Или где-то в частной коллекции Я просто уверен Что люди подходят к ней И трогают ее И я думаю Что от нее добра ожидают Поддержки какой-то Но это видеть опять К вопросу о божьем промысле Через вас Этот образ был создан И работа создавалась Тоже не просто так Но вот как-то все сошлось Нежелания Возможности Мое какое-то умение В этом во всем Особое место В творчестве Владимира Слабочикова Занимают библейские И евангельские сюжеты Адам и Ева Три короля Благовещенье Пьета Каляды С владенцем Иисусом Словно купающимся В лучах звезды Ангел С опаленными крыльями Хотя Владимир Слабочиков Не считает себя портретистом Ему довелось работать На скульптурами Патриарха Алексея Второго Установленными В Минске и Витебске Ну еще был Алексей Второй Вы его не встречали в жизни? Я не встречал Хотя возможность была такая Как-то так не получилось Я не думал Что я к этому образу Вообще прикоснусь Но потом вот Я сделал два образа Два памятника Для города Витебска И для города Минска Трудно было лепить Ну вы знаете Когда По портрету наверное Вообще искусство Оно всегда шло С близкой очень С духовностью С религией Взять допустим Все искусство возрождения Все буквально Все сюжеты идут библейские На все случаи жизни Там были сюжеты Поэтому все художники Все Поголовные И скульпторы Конечно работали На заказы Церкви Православные Католические Конечно отображали Библейские сюжеты Все время Когда мы учились Не было Библии Это была проблема И это все Было запрещено Я помню Мне попало Кусочек был Библии Там буквально Какие-то фрагменты Я там это все Читал Перечитывал Замусоренная Была такая Откуда Даже не помню Попалась мне в руки Потом уже конечно У меня есть Много там есть И с иллюстрациями Вот очень красивыми Там часто Смотрю Но когда начали Вот работать В дальнейшем То многие вещи Я начал переосмысливать И вот эти Библейские сюжеты Я просто делал Немножко Не как Допустим там Чисто такая Духовная Или религиозная Изображение А как светский художник Я просто делал Какие-то образы Рождество Или благовещение Делал по-своему Поэтому Может и получилась Такая пластика Я даже не думал Что буду касаться Вот этой работы Но потом как-то Вот видите Получилось так Что я прикоснулся Вот к этим образом Алексию И конечно Я начал изучать Вообще его жизнь Через человека Потом уже Через духовного Лица И конечно Это удивительно Потому что В любом случае В этой скульптуре Там есть человек Понимаете Вот я его искал Человека Он виден в лице Виден в руках Фигуре виден Там то что облачение Это уже другая ситуация А вот найти человека В этом во всем Это было главное для меня Особенно вот Минский Алексик Он в такой одежде Монашеской Очень такой скромный Там буквально Только клубок Который он носил Как глава Православной церкви Ну и там допустим По ноге И посох А так все было Такое было простое Я там перекопал Массу материалов Все чтобы найти Вот Читали его книги Я читал Я читал вообще многие Вот его выступления И его очень сильные Такие стороны И духовные И человеческие Они конечно Помогли мне Я вижу небо Я вижу небо Я вижу небо Ты тоже видишь небо Но если в тебе что-то есть Ты увидишь больше Чем другой человек И вот этот момент Чуть больше Чем другой Очень важен Для мирового искусства Считает Владимир Иванович Перелистывая Альбом Скульптура В котором собрано Более 150 работ Удивляет Разнообразие Интересов И открывается Свет души художника Впечатляют Его женские образы Фотографии Словно приближают Одохотворенность Пластики Которой Весьма нелегко Добиться В работе С камнем Вот посмотрела Ваш альбом И первую страницу Я открыла И была поражена Вот ваши ранние работы Это именно портреты Вот которых Которых Как вы говорили Уходили Культурные такие портреты Женские лица Когда вот фотография Снимает их Крупным планом Глядывая Самые детали Насколько они живые Насколько вот В этом камне Можно вытянуть Из него души человека Можно вытянуть характер Но это поразительно Вот Хоть вы и уходили От этого Но у вас было Это очень здорово Я себя считаю Не портретистом У нас есть Такое разделение Жанров Портрет У нас великолепный был Асгур Зависакович Я его знал хорошо Портретист И конечно Я не соперник У меня просто Портретист он всегда Рядом шел Со мной С моим творчеством Просто как Ну мне просто было Интересно общение с людьми Когда с человеком Общаешься Ты замечаешь его Там мимику И характер И конечно Когда начинаешь его лепить То безусловно Там находишь Очень много интересного Начинаешь его любить Да Ну как По-человечески Чисто симпатии проявляли Ну конечно Любой портрет Это твоя любовь К этому человеку Потому что Нелюбимых я не делал Особенно женские образы Я помню Впервые я сделал Такую работу В дереве Называется Купаленка На втором курсе Института Получилось так Что одна школа Такая Недалеко от Долгинова От нашего Ее там сокращали Школу И убирали Эти деревья Там старые Там их пили И я попросил Мне большую липу Мне вот отдали Она такая толстая Была эта липа Дерево Я потом из нее сделал Работаю на 3-4 До сих пор еще Я кое-что делаю С этой липой Хотя прошло Уже почти 40 лет У меня лежит мастерской Потом я потихоньку Там еще работаю Потому что Оно было очень большое Толстое Там где-то Больше метра полтора В диаметре Я потом из нее сделал Две фигуры большие Эта работа находится в музее Так вот Я тогда сделал Такой протест девочки Вот Купаленка Она понравилась Тогда комиссия закупочная И работу Приобрел в музее Национальный Хотя я был студентом Тогда еще Много я сделал портретов И женские И мужские образы Но всегда Главным было Именно то Что не внешне даже А то что находилось там Где-то в глубине Этого портрета Потому что Я опять говорю Что внешнюю сторону Передает хорошо сейчас Великолепные Фотоаппараты А сейчас вообще Телефоны можно Снять очень хорошо Снимают фильмы Даже на телефонах Это доступно стало Но это получается Немножко внешняя ситуация Я думаю Задача художника Или там Кто делает портрет Найти глубину Что там находится еще Дальше еще Попробовать узнать Вообще Что там Я не хочу говорить В голове Но то что находится В этом образе В душе А жизнь идет Как в поле Полоса И бьется Как серебряная Ниц И не забыть Счастливые глаза И первые рассветы Не забыть Ты жизни Ты жизни зря Ни капли Не пролей И каждый миг Восторжен Навали Ведь жизнь Всего мгновенья На земле Которую Господь Благослови Владимир Иванович Часто бывает В родном Долгинове Где учительствовали Отец и мать Отец Не сумев Реализовать Свою мечту Всячески Поощрял Талант сына А образы Детства Родины Угадываются Его скульптуре Есть еще одна работа Такое сделать Интересное Это все Мое детство С лошадьми На конях Гоняли Ездили Пасвили Даже когда Дворишь о детстве Я перехожу На родную мову Потому что Потом уже Поменялось Жизнь Перекрутила Чуть Поэтому Все Эти воспоминания Дитячие Выразились В этой скульптуре Это был наш мир Где мы жили Где мы Ощущали Родный код Можно не очень Далеко ходить Можно буквально В каких-то моментах Пару Даже в словах Поэзии Два-три слова И уже образ Создается Это надо Чуть В скульптуре Вы правы Жописы Немножко легче Они могут При помощи Свера Небо Лес Хатку Древо А в скульптуре Очень лаконично Должно быть И это сложно Символично Да Символично Ну Родина По-прежнему С вами И вы с нею Вы не оставляете Долгинова И Лещину Я кстати С вами там И познакомилась Да Это вот Моя Очень любимая Любимые места Я сейчас уже Конечно Больше Логощи Не провожу Времени Ну я Оказался Негородским Человеком И меня Все время тянуло Вот сейчас Я постоянно Живу Под Логотьском А с Великом У нас очень Сильный Контакт Постоянно Мы с ними Общаемся По мере возможности Я помогаю Там проходят фестивали Я участвую Призы готовились Чем-то да Хотел помогать Мои студенты Работали Вот не один год В Велике И создали там Сирию скульптур В камне Потом Я там Ну как Почетный гражданин Гринского района Я тоже там принимаю По мере моих сил Вот эти какие-то Дела там Делаю Конечно Я бываю В Долгинове Часто бываю Хотя там уже Мало Моих родных И близких Я приезжаю Хожу по этим местам По этим стежкам Дитячим своим Натхняюсь Воспоминаю Конечно Много поменяло Все Меняется Сам лерьев Даже вот Лерьев Окружающий Меняется Новые там Леса уже там Израстают А бывает Просто на этих местах Какие-то пустоши появляются Реки даже Вот изменяются Помню Нашу река Где мы плавали Там такая была Какая-то такая большая Сейчас какой-то такой Маленький ручеек Такой течет Места конечно Они изменчивые Но память она неизменчивая Вот в чем весь смысл И буквально какой-то камень Лежащий вот На том же месте Это все Вот уже Ассоциации вот того Время Где мы сидели Маленькими еще Смитов Где там плавали еще Тоже вот там Такие бережки еще остались Памятники Великим сынам Беларуси Созданные Владимиром Слабочиковым Украшают наши города Максиму Богдановичу Молодому Владимиру Короткевичу Валентию Ваньковичу Мемориальный знак Станислава Манюшка На доме по интернациональной Где он жил в Минске Вспомним Отдыхающих балерин У театра оперы и балета Или четыре Времени года Для дворца Румянцевых Паскевичей в Гомеле Скульптура Владимира Слабочикова Есть в музеях России Германии Италии Швейцарии В Китае Арабских Эмиратах Они в личных коллекциях По всему миру А его первая студенческая работа Дон Кихот Привлекла сотрудников Третьяковской галереи Не одно десятилетие Владимир Иванович Преподает Белорусская Государственная Академия Искусств И возглавляет Кафедру скульптуры Я не думал Что я долго задержусь В Академии Поработаю Потом уйду Ну Своим ученикам Вы радуетесь Каким-то Именно Вашим Конечно Потому что Есть ученики Которые просто уходят Помощицы уходят А есть и которые Близко Рядом Ну у нас Такого не получается Что они от нас Уходят Нет Мы постоянно встречаемся Потому что Сам круг Особенно скульптурной Нашей братьей Он небольшой Мы все находимся Перед глазами Друг у друга Потому что Общие выставки Потом работы Какие-то большие делаешь Ты приглашаешь помощников Потом К тебе вращаются Советами Кстати Советы Я вхожу в эти советы Там Великанские Монументальные Там областные Работы принимаем Молодых художников И постоянно идет общение Мы знаем Вплоть до Каких-то семейных отношений Мы очень близко С ними живем И рядом Поэтому Я очень радуюсь успехом И даже могу сказать С уверенностью Что в какой-то мере Вот я чувствую Что мы вложили там Много чего хорошего И Не зря Да И вот сейчас мы видим Вот сама скульптура Она имеет Довольно такой Большой интерес Со стороны Вот вообще И любителей искусства И общественности И город И страна Она требуется Да, смотрите, как у нас Город Даже по примеру Минска Можно видеть Как много у нас Интересных скульптов Там же тоже наши Все выпускники работают И я их там всех знаю Как никакой вид искусства Живописка Или там графика А скульптура Она заметная Видно, что работ очень много Появляется Работа интересная Украшает город И как-то Оставляет задуматься человек И как-то отдохнуть рядом Какой-то есть Такой свой Какой-то облик Помощи скульптуры Достигается Знаковые памятники Которые, допустим Явно говорят уже об этом А, вот тот город Там такой-то памятник Уже мы знаем Что там есть Знаковые какие-то вещи Мне, знаете, вспомнился Ваш памятник Ну, это скульптурный Такой образ В лодке, да Где-то он на берегу Тутминска И специально Сделал им места Для того, чтобы сидеть Чтобы устроить Такую фотозону Да, вместе с этими Фигурами в лодке Тоже такой юмор Я бы сказала Городской И сейчас, конечно Вот я вижу Что это все интересует И людей Тоже и городские власти Принимают в этом участие Многие просто заказы Именно по их инициативе Проходят И вы знаете, что Я хочу сказать о школе Белорусской скульптурой В целом Потому что Она себя уже утвердила Эта школа В какой-то мере Уже вот она сейчас Кристаллизовалась Потому что она же Вообще Школа молодая Скульптура Ну, где-то примерно Где-то 100 лет Не больше у нас А вообще уже Академическая скульптура У нас появилась Только с 1953 года Она вот сейчас Процесс уже Я думаю завершился Обретя уже Свои явные Четкие формы Как школа И мы видим Что эта школа Довольно сильная Потому что Наши художники Работают сейчас Во многих странах Выезжают мои ученики Они работают И в Китае Турция Израиль Латинская Америка Там тоже много Проводится пленеров По скульптуре Штаты Франции Германии И конечно Они достойно Себя ведут Своими работами И это видно Что их приглашают Наших скульпторов Значит Мы интересны Народу Интересны Миру И поэтому Мы достойно Занимаем свое уже место Мировой пластике Мировом искусстве А это уже Это серьезно В программе Свет души Мы встретились С народным художником Белоруссии Скульптором Владимиром Слободчиковым Мы не желаем истин знать простых Но жизнь потом научит нас вполне Добро и зло Что делал для других Обратно возвращаются вдвойне Чтобы душу не держать Пусть ветер запах Пусть ветер запах ржи Пусть ветер запах ржи Несет с полей И в роще разбиваются лавьи Пусть счастливы все будут на земле Которую Господь благословил Которую Господь благословил